Совсем скоро газета «Рабочая правда» будет отмечать свой 85-й день рождения. По этому случаю ученики детской художественной школы приняли участие в конкурсе «Какой я вижу газету будущего?». Какие новости, по мнению детей, будут в печатном издании, к столетию узнаете в следующем сюжете. Дорогие мои маленькие читатели, я позже коровка Ксю. Рада новой встрече с вами. Давайте вместе программы поразмыслим. Сегодня вам предстоит подумать над головоломкой, а также разгадать ребус. В конце декабря известная всем газета «Рабочая правда» будет отмечать юбилей. Печатному изданию исполняется 85 лет. В рамках юбилея пресс-служба Северского трубного завода совместно с детской художественной школой решили провести интересный конкурс. И юным художникам предложили нарисовать свое видение «Рабочей правды» через 15 лет. Как оказалось, ребята прекрасно знакомы с этой газетой. Мне больше всего нравится там афиша и детская страничка. И поздравления вот там бывают. Больше для детей что-то хотелось бы. Там чтобы им поинтереснее было. Или там что-нибудь из других стран там говорили, городов всякое. Побольше чуть-чуть можно было. Мне там нравится, что на этой газете очень яркая вывеска и в основном очень интересные новости. Какие программы каждый день есть. Там разные новости. Перед юными художниками поставили задачу нарисовать первую полосу газеты. Какие новости, как они думают, будут актуальны в 2031 году. Я представляю, что новая газета «Рабочая правда» в нынешнее время, которая будет через 15 лет, я думаю, что она будет выглядеть в виде торта, потому что это как все-таки юбилей получается. И я нарисовала в виде сладкой мечты, в виде мороженого и тортика большого. Но я думаю, что кто-то изменится, например, президент другой станет, или депутат другой станет, или купюра изменится. Я рисую про газету «Рабочая правда», когда будет через 15 лет, то, что к нам прилетели НЛО, познакомиться с нами. У нас что-то новое построили, или что-то новое изобрели. Ребята уверены, что через 15 лет в небе будут летать не только самолеты. Я сейчас рисую первую полосу газеты «Рабочая правда». Я думаю, что через несколько лет, чтобы, например, вот такие новости, как что на Землю, где-нибудь там в Полевском прилетела летающая тарелка, и там были настоящие напланетяне. Или что в Полевском появился новый вид баранов, который назвали летающие, потому что у них есть крылья, и они умеют летать. Летают они в основном только ночью. Какой-нибудь новый прибор, чтобы для того, чтобы упростить свою жизнь, или разработали машину времени, или какого-нибудь нового робота. Я вижу то, что через 15 лет будут летающие машины, летать будут, такси тоже будут, кого-нибудь возвозить. Я вижу, что там машины будут летать, много разных предметов еще сделают, айфоны новые будут, и много разного. Я думаю, через 15 лет на главной странице «Рабочая правда» будет написано, что в декабрь проходит праздник, день рождения «Рабочая правда». И президент поздравляет «Рабочую правду» такими словами. Пусть каждый день «Рабочая правда» всегда нас радует. Основные рисунки с этого конкурса лягут в основу фирменных платков, которые будут презентованы на юбилейном вечере газеты «Рабочая правда». А после юбилея их оставят в архиве редакции, и через 15 лет рисунки снова предстанут видеовыставки уже на 100-летнем юбилее. А 29 декабря «Рабочая правда» ждет своих читателей, друзей, единомышленников в Большом зале Дворца культуры Северского трубного завода на праздновании 85-летия. Алина Меньшин, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.